Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Насколько состояние Пациент в каком состоянии Скорее жив Да-да Вы знаете Наверное самое лучшее сравнение Которое можно сделать сейчас Это словами премьер-министра Сказать еще раз Все что касается индустрии туризма Авиации, гостиниц Ресторанов и вообще сервиса гостеприимства Которое в Латвии очень популярно Очень значимо для экономики Можно сказать тремя словами Драоге, нау лабе На самом деле К сожалению Очень драматическая ситуация Сложилась в 2020 году Сезон практически которого не было Мы его потеряли Индустрии остановились Люди лишились работы Падение состава Составило для этих индустрий Это не для одной компании Это не для нескольких человек Для тысяч людей Составило падение От 90 до 100 процентов Некоторые сидят дома Практически 11 месяц уже Первые сообщения О ковиде мы получали В Латвии Ну насколько я помню В начале января прошлого года И в марте все остановилось Представляете Когда На 11 месяцев Нет никаких доходов У компании Которые работали С огромной прибылью С большими оборотами Практически все остановилось Я могу сказать Что касается нашей компании То Оборот 2020 года Равнялся Всего 16 процентов От Удачного сезона 2019 года Вот как вы думаете На 16 процентов В год Можно прожить От тех доходов И оборотов Которые были За целый год Но вот если просто Взять свой бюджет Домашний И посмотреть Что у вас доходов Осталось Словно 16 процентов Каждый месяц Вот как вы их распределите Как вы будете этим заниматься Это тысячи людей Это маленькие компании Самое главное Это маленькие компании Которым Очень тяжело Которым необходимо Значительная Моментальная Мгновенная поддержка К сожалению Я не могу сказать Что она у нас Своевременно И позволяет Как-то перевести дух Так что Надеяться на то Что 21 год Будет более удачный К сожалению Тоже не могу Вчера была встреча Ассоциации Гостеприимства Туристической ассоциации Латвийской Туристической ассоциации Турагентов и операторов Лау Куцелю А если Других наших коллег Авиационные ассоциации Краски Наверное Самое правильное слово Она драматическая И к сожалению Вирус Это не совсем Вернее Это не виртуальная тема Нет смысла Дальше говорить о том Что надо посетить больницы И посмотреть К сожалению Это Проблема Которая коснулась Всей Европы И не только Латвии Поэтому Думать о том Что это завтра отступит Точно нет И планировать Что 21 год Будет Очень удачным И Он начнется Например С февраля Уже теми объемами Которые были Несколько лет назад Невозможно Но вот Если говорить Все-таки о том Сейчас Можно ли куда-то Улететь Есть ли какие-то Туристические направления Которые еще Возможно Реализовать Несколько дней назад Было сообщение О том Что Открыто Сообщение Авиасообщение С Практически Со всеми странами Евросоюза За исключением Стран Где Кумулятивный Показатель Заболеваемости Превосходит Необходимые Для безопасности Путешествия Нормы Буквально Это несколько стран Но практически Все стран Ну как бы Виртуально Не открыты И Можно улететь Но проблема Заключается Совсем не в этом Заключается она в том Что Улететь можно В эти страны А Во-первых Для того Чтобы туда улететь Нужно Многие страны Просят тест Что ты не болеешь Б Когда ты приезжаешь В эти страны Некоторые страны Могут попросить Самоизоляцию С По возврату Ты должен в Латвию Приехать За 48 часов Сделать тест Обязательном порядке Ты не вернешься в Латвию Если у тебя нет теста Даже если ты Гражданин Латвии Без разницы Ты должен Сделать 48 часов Тест С Вернее Д Это уже Четвертый пункт Когда ты возвращаешься Даже с тестом У тебя обязательный карантин 10 дней Вот как вы считаете Много людей Которые готовы Так путешествовать Бизнес Практически Бизнес Бизнес Путешествия Он умер Его нет Никто не приезжает Ни на конференции Ни на встречи Личный контакт Невозможно заменить Онлайн конференциями И компании Которые занимаются Приемом туристов Они просто Ну как вам мягче сказать Они Я бы сказал Растеряны Так самое мягкое слово Можно изобразить С тем что Невозможно Организовать Бизнес Потоки Ни одного Человека Невозможно Приехать Конечно мы Ищем пути Для того чтобы Организовать Какие-то рейсы Хоть куда-то Мы попробовали Сделать чартерные Рейсы на Канарские острова Популярные На Новый год Зная о том Что туристы Должны будут Вернуться в Латвию И 10 дней Находиться На карантине Мы рискнули Посмотрели Люди хотят Путешествовать Или нет Они готовы По возврату Приехать И остаться В карантине 10 дней Самолет был Полный Люди хотят Путешествовать Их не останавливает Это И поскольку Разрешение Вернее запрета На путешествие Не существует Его нет Есть ограничения Связанные С соблюдением Правил По Недопущению Распространения Коронавирусной Инфекции То есть 48 часов Тест Плюс Обратный Карантин 10 дней Мы готовы Будем предложить На рынке Ну в ближайшее Время Я думаю Что до начала Февраля Те немногочисленные Варианты Которые Возможны Для того Чтобы улететь Отдохнуть Мы говорим Сейчас про теплые Страны Но это Это не бизнес Это так Это просто Что называется Согреть мышцы Для того Чтобы Это даже Не тренировка Это так Просто Для того Чтобы не забыть Как мы умеем Это делать Насколько Вакцинация Может Изменить Ситуацию И Вот сразу Второй вопрос Не Появится ли Здесь Какая-то Сегрегация То есть Специально Потому что Я знаю Что уже создают По-моему Объявляются Специальные рейсы Только для Вакцинированных На некоторых Авиакомпаниях Это все пропаганда Я думаю Что это все На самом деле Слово Сегрегация В данном случае Вообще не должна Использоваться Не в дискуссиях А реализована Не должна быть Безусловно Те кто будут Иметь Прививку У них есть Больше Возможности Оберегать свое здоровье Это в первую очередь Я думаю Что нигде В Европе Не будет идти Вопрос Связанный с тем Что должны быть Ограничения Какие-то Конечно Безусловно На данный момент Мы вчера Кстати говоря Спросили профессора О том Что будет ли Наличие прививки Являться Безусловным фактором Отсутствия Карантина По возврату Из любой страны Или каким-то преимуществом Профессор сказал Что на данный момент Этого не существует То есть на данный момент Даже те кто привиты На данный момент Я повторяю Необходимо будет Наблюдать Как происходит Течение После возвращения Из любой страны Безусловно Это логично Потому что Пока нет Никакой информации Связанной с тем Насколько прививка Вообще действует Насколько я понимаю То есть нет такого Что Мы понимаем Что прививка От коронавирусной инфекции Будет одноразовая На всю жизнь Как например Кори Или какая-то другая Прививка Некоторые Медийные пространства Говорят Что это будет Сезонное Заболевание То есть это как Грипп Поэтому Говорить о том Что одна прививка Спасет сразу И те кто приведется Могут полететь Спокойно И как бы Путешествовать И у них будет преимущество По сравнению с другими Это невозможно Но конечно Какие-то Преимущества Будут Потому что Любой здоровый человек Не хочет заболеть И сидит рядом Самолетом с тем Кто Непонятно Болеет он или нет И никак это не проверить Любыми тестами Которые есть Перед посадкой Самолет Невозможно определить Наличие заболевания У человека Оно Не будет таким точно Ну вот Как вам кажется Не Возрастет ли Все-таки Вот в это В ковидное время Все-таки роль Тур-оператора Поскольку Путешествия Которые Ну раньше В какой-то момент Люди В эйфории Что они сами Могут заказать Путешествия Сами продумать Логистику Может быть Под себя Подстроить Сейчас понятно Что это будет связано С большими рисками И с рисками Еще и Невладения информацией Потому что Ситуация все время Меняется В каждой стране Все время Как-то эти Ограничения Могут Неожиданно изменяться И как раз Тур-операторы Получают самую Свежую информацию Они держат руку На пульсе И они как раз Таки могут Ну выступить Гарантом Мы вчера Предлагали Профессор Ну это Как бы Разговор Просто вчерашний Был он Такой Что называется У нас На слуху И мы знаем Что мы Обращались В Министерство Экономики Это Министерство Которое Занимается Проблемами Туризма Туристическим Сектором В стране И вчера Профессор Обращались С предложением О том Чтобы организовать Зеленые коридоры Для туристических Чартеров Которые Вылетают Из Латы У нас есть Определенная И понятная Аргументация Наших Запросов Потому что Люди Вылетают Определенным Количеством Это точное Количество Людей Мы знаем Что они Не проходят Никакие Транзитные Аэропорты Они не садятся Ни во Франкфурте Ни в Лондоне Ни в Стамбуле Они вылетают Из Риги В конечный Пункт Там их Забирают Автобусы На месте Перед тем Как сесть в самолет Конечно Они получают Вернее Они проверяются На наличие Теста Это требование Страны Принимающей То есть Есть определенные Вещи Которые гарантируют Что в самолете Будут сидеть Здоровые люди И думаю Что профессиональные Работники Авиации Могут вам Рассказать Что только Хепат Фильтр Который установлен В самолетах И насколько Быстро Меняется воздух И насколько Тщательно И практически На 99% Как они утверждают Очищается практически Каждые 3 минуты Что заразиться В самолете Это очень малая Вероятность Дальше Те люди Которые находятся На курорте Мы знаем В каких гостиницах На каких автобусах Они ездят Мы знаем Что они с Канарских островов Например Никуда не улетают Невозможно Ни в Барселону Ни в Мадрид У них не будет Такой возможности И через 7 дней Они вернутся назад Это абсолютно Контролируемый процесс И поток Который Очень легко отследить Это 140 человек Или 180 человек Которые очень понятны И можно Если есть желание У тех Кто принимает Эти решения У нас есть желание Оторганизовать У нас есть возможность Оторганизовать Но есть ли желание Помогать бизнесу Таким образом Мы задали вчера Такой вопрос Неоднократно Профессору Первая Как бы Реакция была Достаточно скептическая Потому что Понятно Что сейчас Нужно думать Не о путешествиях А о том Чтобы работали больницы И сохранить здоровье людей Мы согласны с этим Именно поэтому Мы предлагаем Все что возможно На данный момент Для того чтобы Обезопасить путешественников Все что доступно И технологическом И в процессе В цепочке Во всей Для того чтобы Обезопасить И пассажиров И потом Людей которые Находятся в Латвии Которые Остаются здесь И те которые Никуда не путешествуют Это все есть Со второй попытки Профессор сказал Что вполне логичный ход Мы будем пробовать Объяснять эту Цепочку Дальше В министерстве экономики И встречаться Возможно с министром здравоохранения Но со старым К сожалению у нас Так и не удалось Сделать общие встречи Надеюсь что Энергетика И энергичность Нового министра Позволит нам Достаточно быстро Конструктивно Говорить друг с другом Для того чтобы Мы не вымаливали Не выпрашивали деньги А имели возможность Работать и зарабатывать О чем еще Вот может быть Какие-то были Интересные вопросы Во время встречи Знаете мы задали Видите мы говорим Сейчас больше Про медицину Чем про Про туризм Но это логично На самом деле У меня Наши коллеги Задали вопрос Который я попросил Задать Про Руанду Это у нас такая Уже какая-то прям Непонятная история То есть для того Чтобы Сейчас можно из Латвии Вылететь Без самоизоляции Можно в несколько стран Это не страны Евросоюза Это страны Ну мы называем их третьи Не третьего мира А третьи просто Ну как бы не Евросоюз Не Латвий А третьи страны Это страны Буквально может быть 7-10 стран Это Австралия Новая Зеландия Ну как бы вот очень далеко И все понятно Что никакие прямые Чартерные рейсы Для отдыха Ни в Австралию Ни в Новую Зеландию Невозможно организовать Это утопия Ну это понятно И среди этих стран Есть страна Руанда Которая уже десятый месяц Находится в списке Разрешенных стран Мы спрашивали 10 месяцев назад Работника Я спрашивал лично Работника ФСПКЦ Скажите пожалуйста На каком основании Руанда присутствует В этом списке Разрешенных 10 стран А все остальные 200 стран Или как минимум 28 на тот момент Страны Евросоюза Были закрыты Ответ был После паузы Мы делаем Как бы такой Список составляем Тогда когда Забираем эту информацию От наших европейских коллег И мы практически Просто переписываем Я говорю Послушайте А может быть мы можем Попросить вас Чтобы вы Такие же вопросы задали По поводу Турции По поводу Египта По поводу других стран Которые очень популярны Латвийских путешествиях Почему Руанда Вы действительно Доверяете Той информации Которая есть в Руанде И не доверяете Коллегам из Турции Или из Египта Или из Канарских островов Дальше была тишина Эта тишина Продолжается 10 месяцев Мы вчера Задали этот вопрос Профессору К сожалению Это не уровень Ну его как бы Не компетенции А уровень его Ответственность Мы продолжим Наш настырный диалог От Ассоциации Латвийских Агентств Операторов На эту тему Для того чтобы понять В какие страны Есть перспектива Летать Мы не можем Это все сделать За один день Мы хотим Знать хотя бы На 3-4-5 месяцев Вперед Какая ситуация Будет в различных странах Ведь Вы же помните Как было с Лондоном Сначала мы организуем Вывозные Репатриационные рейсы Мы очень громко кричим О том что есть рейсы Из Лондона Репатриационные Все порталы Об этом говорят А через 2 дня Мы открываем Авиасообщение С Великобританией Но кто-то может Объяснить Мы в индустрии Этого не знаем Я не как директор Компании не знаю Я член правления Ассоциации Туристических Агентств Операторов Которые Все что можно Делают Для того чтобы Информировать индустрию О том что происходит Мы не знаем Как принимаются Такие решения На самом деле Я думаю Что мы в ближайшее время Просто обратимся К нашему министру Виттенбергу И к новому министру Здравоохранения Для того чтобы Те отрасли Которые сейчас Находятся под ударом Под настоящим прицелом Просто Этого коронавируса Не только бизнес Но и руководители Но и люди Которые там работают И просто бизнес Процессы находятся Под прицелом Этого коронавируса И его последствия Для того чтобы В конце концов Можно было встретиться С ассоциациями напрямую Не сделать стол 200 человек И высказывать свое мнение А послушать людей Которые работают В этих индустриях Это пять индустрий Если у министров Есть желание Они могут встретиться С каждой индустрией По часу В течение одного дня Ну так сделайте это Встретьтесь с нами И поговорите Что мы должны сказать Если вы не знаете Если вы Слушаете своих референдов Или слушаете только То что говорят бумаги Послушайте бизнесменов Которые платят налоги Которые лишились работы Десять месяцев Сидят и вынуждены Брать это все Из своего кармана Или получать Дотации Которые конечно Не покрывают Все расходы Которые были У компании За предыдущие годы Ну вот говоря Про дотации Мы все время Слышим Истории Из Европы Где компаниям Государство Говорит Что да Окей Нужно будет Взять паузу Но мы Коим компенсируем Там до 70% Отправляете Своих сотрудников Ну вот В некий отпуск Но вот Потому что Такая ситуация Насколько В нашей стране Вот помощь Пострадавшим Именно вот Особо пострадавшим Этим отраслям Реальна И как она Оказывается Я хотел бы Подчеркнуть Что мы Неоднократно Говорим Направление Латвийской Ассоциации Агентства Операторов О том Что помощь Предоставляется Ну как минимум Опять же Как мягче сказать Она Не своевременная Я бы так сказал Да Конечно Поддержка государства Очень важна Конечно Мы ее чувствуем Мы понимаем Что о нас думают Если бы не было Такого инструмента Как дикставос Если бы не было Такого инструмента Как отсрочка По налогам Многие компании Уже бы закрылись Безусловно Поддержка государства Очень важна Но надо понимать Что бизнес Ведь многие люди Которые работают В правительстве Не многие На самом деле Они пришли Из бизнеса Они должны понимать Как работает бизнес Они должны понимать Что такое Оборотные средства Что такое Вовремя заплатить налоги Что такое платить налоги, что такое работать в белую, они должны понимать, что нет таких свободных денег, которыми можно заместить убытка в течение 10 месяцев. Это невозможно. У нас нет такого бизнеса. Если государство вливает в AirBaltic 250 миллионов как рачительный, как думающий хозяин авиакомпании, кем он является, то, наверное, это правильное решение для того, чтобы компания не смогла погибнуть, для того, чтобы она имела оборотные средства. Это все логично. Но 250 миллионов, это примерно, не могу сейчас сказать, не посмотрел цифры, но, наверное, это очень близко к годовому обороту компании. Но как минимум половина оборота. Но тогда, значит, если частные компании тоже работают в государство и платят ему налоги, значит, оно должно рассчитывать примерно на адекватную поддержку. Но я не говорю, что нужно заплатить, помогать компании в размере оборота предыдущего года. Но как минимум совсем другие цифры, которые есть сейчас. Как мы можем возместить объем 74% недостающих по сравнению с 2019 годом? Конечно, государство нам никогда не доплатит. Мы это ясно понимаем, что таких денег просто нет. Но вовремя найти инструменты или хотя бы спланировать программу поддержки на следующий период, это будет очень важно. Я думаю, что скоро наша ассоциация обратится в кабинет министров с тем, что мы понимаем, что в краткосрочной перспективе помощь, она важна, она нужна, мы ее имеем. Она помогает нам просто стоять на месте и вот удерживать персонал для того, чтобы не потерять, вот самое главное, чтобы не разрушить компании. Но мы обратимся с тем, чтобы была программа поддержки отраслей, которые пострадали, на перспективу программы, государственная программа, чтобы она была принята в ближайшее время для того, чтобы мы знали, что в течение следующих четырех-пяти лет государство готово понемножку, по чуть-чуть помогать этим компаниям для того, чтобы они имели возможность работать и знали, какие перспективы у нее есть. Я думаю, что это логично и нет необходимости вливать деньги в течение одного месяца, что для государства, конечно, очень больно. Но мы на это рассчитываем и все-таки еще раз призываю министерства, которые сейчас влияют на работу, вернее, не работу индустрии, которые остановились, это ассоциации туристических агентств и операторов. Это лаукоцелё, то есть это латвийская авиационная индустрия, это гостиницы, это бары и рестораны, это компании, которые занимаются мероприятиями. С ними надо встречаться, надо говорить с бизнесом. Это не государственные компании, это компании частного бизнеса, которые платят налоги. Надо разговаривать с ними, надо смотреть, что им необходимо в данный момент и готовить эту государственную программу поддержки на следующие 4-5 лет. Будет ли потерян туристический сезон 2021 года или какие ваши прогнозы? Олег, конечно, мы хотим работать, мы готовы завтра работать, мы сохранили весь персонал и думаю, что мои коллеги сейчас смотрят и хотят работать просто. И мы знаем прекрасно, что не только мы хотим работать, мы знаем, что люди хотят летать. Вы задавали вопрос, действительно ли правильно летать с туроператорами сейчас. Я считаю, что это совершенно необходимо в данный момент, чтобы избежать дополнительных рисков, связанных со всеми правилами, которые существуют в разных странах, имплементации этих правил и подготовки документов и необходимости возврата в страну, если вдруг что-то будет происходить незапланированное. На данный момент, я думаю, что это совершенно правильная и почти единственная возможность. Мы постараемся это сделать, как я сказал в самом начале, с начала, с конца месяца, с начала февраля, предложить те немногочисленные возможности полета в чартерных рисах, которые будут доступны в данный момент. Мы ожидаем, что будет большой всплеск, мы думаем, что люди просто соскучились. Конечно, гостиницы, которые находятся в странах, куда любят летать латвийские туристы, тоже ждут и никто не собирается выставлять огромные ценники. Все хотят понемножку, по чуть-чуть начинать работать и вернуться к нормальной деятельности, которая была в 2019 году. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, глава туроператора тест-тур Латвии Константин Пальгув с нами был на прямой связи. Удачного дня вам, удачи в бизнесе. Спасибо, хорошего дня, всего доброго.